Всем доброго здоровья, сегодня поговорим с вами о топе веток тяжелых танков, на это видео сподвигли вы меня, потому что люди, которые говорят, нахрена нам нужны твои видео по одному часу, возьми и сожми, все очень и очень сжато, то есть вот эти 12-15 часов абсолютно по каждому танку контента, как видите, оно особо мало кому надо, поэтому я сейчас попробую еще ужать все, что можно, только уже было, да, потому что обзоры веток есть по каждой ветке, и есть еще теперь по каждому танку краткое содержание. А теперь в одном видео мы сожмем сразу все ветки в едино, и с 21 ветки тяжелых танков нужно выбрать хотя бы там 5 от силы 6 веток, которые можно прокачивать смело в 23 году, вы должны запомнить еще раз все их нюансы, все их подводные камни, и сейчас каждый класс техники, ну тяжи в нашем случае, да, будем распределять именно по типам, это там классический тяж, барабанный простетский тяж, универсальный тяж и так далее. Значит, давайте будем идти сверху вниз, начну с очевидного, и потом буду вставлять такое, или полуочевидное, или просто хорошее. Значит, начинаем с ветки, конечно же, е100, что это за ветка? Это ветка классических обычных нормальных тт, это ветка, которую апнули еще аж в 20-м году, и с того момента она по-прежнему довольно-таки актуальна. Да, Тигр 2 уже не настолько в белки глаз стреляет спустя 3 года эталонного орудия, и 75-ка уже не настолько идеально танкует в ромбе, как танковал 2-3 года назад, сейчас можно его спокойно брать и пробивать с альфа-тапкой, если игре как бы надо, да, она говорит, ну фас, все, без шансов. Но все равно это не отменяет того, что танки крутые, это не проблема танка, проблема лишь угнетения и проблем самой игры, вот и все. Значит, ВК-3601H, почти семерка полноценная, штука 300 хп, 2600 дпм, а по сути Тигр старого образца, там 220 альфа, кд 5 секунд, все нормально. Что на восьмерке, что на семерке, на шестерке, на девятке, нужно решать вопросы, ребята, с критуемостью, потому что Тигр, в принципе, сам по себе картонный танчик, там критые, частые, Тигр 2-75 в НЛД всегда ломается, двигло, боекладка через раз, поэтому или у вас эксперименталка прокачена на третий уровень закалки и компоновки одновременно, или вы катаете просто на компоновке с закалкой, потому что если у вас, например, на третьем уровне будет закалка и компоновка, можно сделать, например, на том же Тигре 2 или просто на Тигр 1 ставить турбины уже, и тогда они будут южны. Еще подвижнее, они уже будут тогда неплохо подвижны, и при этом вы решите вопрос с критуемостью, вот, так как Тигр и Тигр 1 и ВК36 на Леди Наши, они играются спокойно без таба, на шестерке и семерке так его нету, на Тигре 2 можно не ставить стабилизатор, решить вопрос с критами и улучшить его подвижность за счет турбины, это понятно. Поэтому шестерка безупречная, с семеркой, не надо говорить, да у него картонный корпус, у всех, блин, ТТ-7 почти картонный корпус, но фишка в том, что это практически СТ-9, ну, который стоит на седьмом уровне, это никого не смущает. 6 секунд КД, 280 альфы, штука 700 хп, здравствуйте. И то, что картонный корпус по барабану, вы просто берете и пилите ДПМ, вы должны просто максимально равномерно, взвешенно разменивать данную машину, максимально выгодно для вас, вот и все. Тигре 2 по-прежнему отличнейшее орудие, уже не говорю не настолько эталонное, потому что игра его втихаря чуть-чуть почекрыжило, башня просто нормальная, хп сойдет, без стаба играется, подвижность нормальная, особенно если с турбиной, значит просто хороший танк. Он хороший, сбалансированный ТТ восьмого уровня, по-прежнему один из самых лучших. Е-75 по-прежнему один из самых лучших, это классический хороший отбалансированный танк, 12 секунд КД, 530 новой альфы, которая часто летит и по 600 и по 630, очень приятно. А с альфой 490 при КД таком же вы будете бить 450-400, это факт. Вот, поэтому Е-75 по-прежнему крутой, да, там кумулятивами бьют в бровку, можно бить в лоб башни, блин, голдой, да, ну чуваки, здравствуйте. Вот, Бортон танкует все равно безупречно, хп, броня в принципе присутствует, но его если надо убить, его будут пробивать те, кому надо, но это не проблема танка, еще раз повторяюсь, очень хорошая машина. Для начала, например, вот вы играете, вам надо что-то такое неспешное, больно бьющее, да, то есть такое, ну максимально простое в принципе, чтобы давать там 3-4 пробития, потому что что в принципе для обычного игрока нужно, да. То Е-75 дать свои 2К там за 40 секунд, при этом выживать, почему бы собственно нет. Вот, и Сотка, это машина, которую тоже апнули в 2020 году, да, и это машина, которая теперь говорит, вы можете играть на двух орудиях. И если была бы вменяемая полевая модернизация, и не снаряжение оконченное меняло, которое нафиг никому не надо, а реально давало возможность выбора орудия, то Е-100 вообще стал бы пушечный, потому что ты бы действительно видел карту, баланс и оценивал, так, какая пушка здесь будет выгоднее, и вы бы намного больше могли бы наносить, и намного больше могли бы быть эффективны, потому что на средней и дальней дистанции, конечно же, лучше маусган с 1000 метров, ну летящим подкалибером. А на коридорные какие-то карты, где будет как бы лобовая перестрелочка, то можно и 750 альфы на кумуликах с 330 пробития поставить, здравствуйте, потому что кумулики 330, это пробивать можно того же Е-100 в лоб башне, тех же супер коней в лючке разваливать, а с подкалибера вы можете им только брюхо почесать, и все. Поэтому, опять-таки, от условий была бы крута возможность выбора орудия, поэтому ветка Е-100 это ветка классических, хороших, нормальных, сбалансированных танков, которые будут вызывать, ну, вменяемые эмоции, никакого ада не будет. На Тигре то, что он, возможно, картоненький, вы просто должны понимать, что это КВ-5 на седьмом уровне, у вас до хрена ХП, у вас отличный ДПМ, да, нет брони, но, а у кого ТТ-7, она типа есть. Танк просто, окей, разменяться, не вопрос, распилить, не вопрос, вы можете идти с ним против ТТ-8 за счет ДПМ и разваливать, как-то так. Тигр-2 отличный, 75 отличный, 100 тоже, в принципе, отличный, как для классического тяжа, он не спешный, он не там супер динамичный, но со всеми приколами и сотка теперь может держать 37 км в час, как вы уже знаете, да, имеет 300 хп с закалочкой и башню куда бы бронировали, чем у Мауса, поэтому у нас орудие лучше, чем у Мауса, броня башни лучше, чем у Мауса, и мы подвижнее, чем Маус, Маус, прощай. Дальше, теперь я бы, наверное, перепрыгивал к таким, наверное, все же барабанным танкам и очень простым танкам, именно в плане геймплея, но со своими нюансами. Задам вопрос, новичку, простому игроку, на чем будет играться проще? AUA, AMX-50B или, например, Кранвеган? Я думаю, да, многие ответят то, что это Кранвеган, почему? Потому что это лютый просто УВН и это лютое бронирование башни и, в принципе, нормальное КД барабана. Оно было раньше вообще прямо охренеть, сейчас оно просто все равно остается хорошее, но после типа нерфа оно стало, ну да, четко похуже. Что нужно знать по этой ветке? СТРВ-74, один из лучших СТ-6, прекрасный танчик, отличное орудие, он не супербыстрый, там с турбиной, по-моему, 45 едет, но это просто нормально. УВН сумасшедшее, орудие по качеству стрельбы просто безупречное, просто нормальный хороший танк. Лео. Лео играется только на 75-м калибре, а на 105-м калибре это вашим нервам дороже и просто пошел он нахер. Эмиль-1, значит, сейчас уже теперь после всех вот этих оборудок, полевой и так далее, машина преображается, потому что до оборудки 2.0 и до полевой, это был кусок кастрата, вы на нем катали стабилизатор там в сведение вентиль и это все, что вы могли себе позволить. И все равно танк был шляпный. Теперь, во-первых, он ни хрена же не едет, что восьмерка, что девятка, убиты в кал, просто по проходимости, по проходимости в первую очередь. От турбины никакого толку тут не будет, от турбины будет толк, если вы решите вопрос с проходимостью. В этом случае вам поможет, конечно же, грунты, конечно же, полевая на плюс 7, конечно же, первый король бездорожья, допоечек и братство. И тогда вы можете, да, дать еще и турбинку, пинок под зад будет. Но, если на эмили-2, в принципе, это еще себе позволить можно, то на эмили, наверное, все же будет попредпочтительнее упорка именно в орудие. Вот, я имею ввиду, помимо еще и проходимости. То есть, например, без полевой, грунты, там, трофейный стабилизатор и новое экспериментальное оборудование на стабилизацию и на сведение, вот, в принципе, будет крутой наборчик для данного танчика. Если будет еще и вы сделать еще и полевую, загоните туда грунты в слотную мобильность, танк еще жестче станет по подвижности, и тогда он будет просто окей и сойдет. По пушке у вас все равно будут замечания в плане стабилизации сведения, никуда от этого вы не денетесь, но с трофейным стабом и с новой экспериментальной оборудкой оно станет уже не такое же отвратительное. А когда вы будете выезжать, например, из-за рельефа, там, на первой-второй передаче, вообще ничего критичного не будет. Три секунды между выстрелами данного танка он сводится на средней и близкой дистанции спокойно. По Эмилю 2 это примерно все то же самое, только уже будет, мне кажется, получше, потому что, а, у вас уже как бы 440 на 3 снаряда при кумулятивах в 300, это, поверьте, на 9 уровне куда поприятнее, чем на кранвайгне, вот, но при этом, как бы, вы должны понимать, что симптомы остаются примерно такие же, как и от Эмиля 1. Это максимальная неиграбельная проходимость, в стоке это танк уже, чем маус, в топе даже просто это все равно что-то похоже на мауса, и только после оборудки 2.0 и подобных манипуляций вы можете сделать что-то с данной машиной. Флотная мобильность, конечно же, грунты, турбина трофейная, если есть возможность, пожалуйста, ну и трофейный стаб, в принципе, будет достаточно стабилизации, что до нерфа, что сейчас она была не очень и остается не очень. Ну, опять-таки, 3 секунды между шотами, выезжаешь, расстреливаешь, в принципе, там нормально, особо никаких проблем нету. Да, КД стало дольше, но при 1400 урона с ДП, с барабана, там, КД 26 секунд, особо ничего критичного. Геймплей остается тем же, титаническая башня, сумасшедший УВН, вывалился, раздал барабан, закатился, все. На этом ваши полномочия вот такие, поэтому, если, например, реализовать вам Хомяка или АМХ 50-120, поверьте, это будет очень сложно. Эти танки отлетают за секунду, их вон шотят бабахи, их обожает артиллерия, пушки там тоже такие себе на самом деле, и все. А на Миле-2, да, ну, на секунду дольше будешь там сводиться, но зато ты спокойно себе стал от Макитры, и ты ничего не боишься. Вот и все. Поэтому в плане простого танка барабанного, мне кажется, Миле-2 проще некуда. Был ли там нерв, если так разобраться, его, по сути, не было. Стало ли местами на краполечек, возможно, хуже? Ну, стабилизация от порота башни стала хуже. Вот хуже, но она не стала все равно неиграбельной. Она стала просто хуже, но она и раньше была так себе. Вот такие делишки. Ну, и кранваген, это уже, я бы сказал, усовершенствованный Миле-2, это КД еще быстрее, там, секунды на три. Это танк уже с нормальной проходимостью. К кранвагну подчеркиваю, достаточно просто обычной трофейной турбины, и вы можете катать там трофейный стабилизатор, можете закалку воткнуть, и будет данному танчику, в принципе, нормально. Вот, поэтому там будет все то же самое. Тот же Уэн, тот же самый башни сумасшедшие, только еще жестче. Вот, но, опять-таки, кумулятивы в 300. То есть, например, пробить лоб башни Е100 до свидания. В небольшом ромбе Мауса башни пробить тоже, скорее всего, до свидания. Поэтому кранвагна, как по мне, раньше меня бесили его снаряды, они по-прежнему вас будут бесить. То же самое. Тот, типа, нерв от стабилизации, от поворота башни там, да, стало хуже, но, опять-таки, ничего критичного. Было 20 секунд кд, стало там почти 23. Окей, это вообще стало неиграбельно. Конечно, да, все поменяло в корне. И, конечно же, теперь нет кранвагнов по 3 штуки на команду. Не, они все пропали. Конечно, да-да. Как и КВ-2, в принципе. Вот, поэтому, если вам нужен простой барабанный танк именно в геймплее, и не, как бы, не ощущать вот этого страха, блин, у танка нет брони, как его выкатываться? Нахрена мне Уэн, если у меня брони в башне 2 мм? Это сейчас за хомяка 50-120. То вот ветка крана, в принципе, окей. И вообще, если вы новичок, да, смотрите данное видео, я вам рекомендовал, и буду продолжать рекомендовать, оставаться, конечно же, на 9 уровне. Насколько по Миль-2 не был хуже, поверьте, балансом он все равно будет ощущаться проще и спокойнее, чем тот же, например, кранвагн. Я еще раз вам повторяюсь, кумулятив из 300 на 9 уровне, это еще сойдет. А вот на 10 уровне, это уже, конечно, ни туда, ни сюда. Теперь я хочу затронуть ветку, как бы, обычных классических тяжелых танков, которые есть ложечка дегтя в бочке меда, но все равно, начиная с 8 уровня, это замечательные танки, качать их, конечно же, можно. Это вы уже, наверное, догадались. Да, ветка супер коня. Значит, пятый уровень. Черчилль-1. Поверьте, как для пятерки, он просто нормальный. Поверьте, вот это что Черчилль, что Черчилль 7, что Блэк Принц, это примерно одни и те же танки, только вот он играет на пятом уровне, а этот играет на седьмом с девятками, здравствуйте. То есть, у них та же самая альфуличка в 100, там, такое себе пробитие, как для своего уровня, да. То есть, та же самая концепция, это ползание по карте 20 км в час, но Черчилль-1, по-моему, он быстрее, чем 20 км в час. Да, он 25, и на турбине едит 30. А вот шестерка-семерка едит 20 км в час, и это очень тоже психологическую давку делает на человека, потому что, прикинь, ты едешь на танке 20 кмч, с пушечкой на альфуличку в 100, и на тебя выкатывается истулечка, сносит тебе пол табла, и ты такой, мяу, пусть, кусь. Вот, сейчас, по сути, от вас, ну, как бы, ну, ваша КПД равна почти нулю. Поэтому Черчилль-1, как для пятерки, вы прогуете сами, Матильда-4 на своем уровне просто им била. Черчилль-7 или Блэк Принц, что хуже на своем уровне? Блэк Принц со своем уровне хуже, потому что это, по сути, тот же Черчилль-7, это, по сути, почти та же броня. Это та же альфуличка, там 140-150 единиц. Это тот же УВН, это тот же самый геймплей, неспешный, еле-еле кусающий. Поэтому, если у вас есть возможность выбора одного танка, который можно пройти за чертежи, проходите Блэк Принц. Если у вас есть возможность пройти сразу два, проходите сразу два. Но что хуже будет на своем левеле, это Блэк Принц. Ну, вы вдумайтесь, у вас 150 альфа, у вас 20 максималка с турбиной 24, и вы играете против 75 этап КВБ. Да, есть голда в 230, там пробитие, но, ребят, она, по-моему, стоит около 4 кусков, а с альфуличку в 100. Это примерно то же самое, что я буду новую зубную щетку распечатывать, и у меня будет каждая зубная щетка на отдельный мой зубик, понимаете, да? То есть мне надо будет 32 зубные щетки, чтобы почистить мою пещеру. Вот тут то же самое. То есть это примерно вот это вот расточительство в плане того, что вы будете выкидывать миллиарды серы ради этих подкалиберов 230, чтобы закусать с альфой в 100 танк 9 уровня. То есть чтобы завалить вам танк Е-75, к примеру, вам нужно будет серы ввальнуть кусков 70. Нафига оно вам надо? Вот и все. Поэтому Блэк Принц худший танк на ветке, это однозначно. Нужно решить вопрос его как бы прокачкой, а лучше просто чертежи, там, свободку заранее подготовьте, и все будет окей. И уже начиная с 8 уровня, все танки просто отличные. Каен просто охренетительный, вот только что был лайф-обзор по данной машине, он прекрасен. То есть у него ХП есть, у ВН есть, едет с турбиной нормально, ДПМ сумасшедший, 5 сек, КД 280 альфа. Решать нужно вопрос с критуемостью, нужно до 3 уровня прокачать экспериментальное оборудование, если есть возможность. Если нет, например, закалка с компоновкой, вообще будет просто то, что нужно, ХП дофига, критов никаких никогда не будет. Но на турбинке ему чувствуется неплохо, поэтому, в принципе, эксперименталочка, мне кажется, мы бы с вами обошлись, а вот турбинка неплоха. Будет у него тогда в таком случае почти 40 максималка, ехать будет хорошо, и вообще то, что нужно. Едешь на ходу, в принципе, и пилишь, потому что качество стрельбы у танка такое, что без стаба играется хорошо. Вот и все. По коню, например, то же самое, только у вас уже получается, мне кажется, как для своего уровня будет чуть-чуть хуже стойка от башни, потому что в маске уже есть приколы в 200 миллиметров, которые иногда чуваки попадают, туда залетают, и лючок и близко не такой, как на коне 10 уровня. То есть у десятки, начиная от крыши и башни, он идет под диким скосом, он пробивается только кумулятивными снарядами. У девятки, как видите, видите, такая стена прямая ярко выражена, и тут приведенки там 120-130, там нет никакой брони, сюда пробивают, по сути, всех, кто попадает. Маска то же самое, вот если кусок вот этой маски, за ней стена самого лба башни, то получается тут будет дохрена брони, но уже если мы возьмем вот этот сектор, то есть вокруг орудия и чуть-чуть в сторону, то там пустота, и там приведенка 200-170, смотря как ты стоишь. Если ты стоишь вот так для противника, тут будет 170. Если ты будешь стоять прямо, там будет около 200. Поэтому как бы, ну, в обзоре ветки и во всех классах техники, там уже это все было тысячу раз показано, и вы уже это все прекрасно понимаете. Но если задавать вопрос, например, что увереннее стоит на своем уровне, Каен или Конь, мне кажется, все же по Каен. В башне, конечно же, он стоит увереннее, чем тот же Конь, поэтому если задавать вопрос, какие тут подводные камни, да такие же, в принципе, как и по всей этой ветке, в НЛД вам всегда будут ломать боевых вкладку, двигатель, поэтому нужно иметь или экспериментальное оборудование хотя бы на третьем уровне, или ставить нам компоновку с закалкой, но на турбине ему тоже живется круто. Поэтому, как правило, все катают просто закалка, турбина и досылатель, и как бы просто терпят его, как бы, ну, криты в НЛД. Но, как правило, этот танк играет или от ВЛД, или от башни, и они не настолько будут там ярко выражены, например, как на том же, может, Коне, но все равно они никуда не исчезают. Вот, если уже на вас упарываются и корпус ваш будет виден для противника, криты, они сразу всплывут наружу, поэтому их нужно как бы, ну, как убрать, или там вообще до минимума свести, это как минимум или экспериментальное оборудование, или компоновочка с закалочкой. Вот, ну, СуперКонь, вы сами прекрасно понимаете, что это за машина, сколько их в рандоме, их примерно, как и Кронмагнл, по 2-3 штуки на команду, потому что это максимально, в принципе, простой танк, от башни выхотелся, там по тебе пульнули 10 раз, пробили раз, и ты просто пилишь ДПМ, вот и все. Поэтому машина по-прежнему крутая, нерфить его, ну, мне кажется, уже, наверное, никто не будет, господи, уже сколько времени прошло, сколько можно. Вот, поэтому, уже если бы хотели, понерфили. Поэтому это тоже, я бы сказал, более классические тяжи, но они уже такие, как бы плавно перетекающие в универсальные тяжи. Вот, что касается теперь универсальных ТТ, которые могут, ну, как бы составить, не то, что типа конкуренцию, но могут быть неплохой альтернативой данной ветке. Потому что, если мы будем рассматривать там танки восьмого, девятого уровня, они будут местами похожи, может, где-то даже кто-то, что-то будет лучше. Поэтому тут, как бы, ветку супер коня, вы прямо, вот, если вы пройдете Блэк Принца, все, дальше качаете, как угодно, да. Что может быть альтернативой? Это очень хорошие тоже машины, это ветка Т110Е5, чуваки, да, и это ветка МХМ-4-54, которые тоже апнули, вот, ну, один терпила там, конечно, был, так и остался, но остальные стали нефиговые. И теперь ветка Е5-ки тоже она же была апнута, по-моему, в то же самое время, как и ветка Е100, но 32-ку еще до апнули. М103, по-моему, еще до апнули. И что у нас теперь получается? Вот тут один в один ситуация, как с веткой Е100. Только там шестого уровня, прям такие уже имбы начинаются, а тут, чуваки, мне кажется, они начинаются уже с четвертого уровня. Вот видите галочку? Понятия не имел, что это за танк. Я просто катал, там, КВ-2, выкатываются, это такие кимора, и минус пол табла, пум, через 10-11 секунд, опять пол табла, пум, не понял. Это, говорю, ребята, какой-то уровень, четвертый. Я такой, ФТХ зырк, опа, 410 альфы, кумулятивчики, 104, и да, так как это четвертый уровень, тут нету оборудки в плане стабилизатора, там трофейки, какой-то досылатель даже не ставится, но поверьте, я на нем целый стрим провел, ему плевать. Это охренетительный танк, он одуренный просто. Если вам нужно, не напрягаясь, накидывать полторушку на танки, блин, четвертого уровня, это вот, вот эта машина, чуваки, это реально, это даже не хедзер, потому что у хедзера Уэна нету, как бы башни нету, блин, хп не лишнего, тут 600 хп, башня есть, вот, как бы, ну, выкатился, шарахнул, закатился, ничего критичного по пушке нету, да, это фугаска на пятом левеле, но она на практике просто типа сойдет, в плане качества стрельбы, но так сношать по 400 или лопать просто танки, только то, что нужно, тем более четверком, пятерком хп апнули, теперь шотных нету, теперь минимум на 2 шота вам танки, то есть как бы урон есть, на ком набить, поэтому Т6 очень крутой, можете попробовать, дальше, Т1 хэви, тоже, в принципе, обычный классический ТТ, косарь хп, едем нормально, пушка, ну, обычная такая, типа 128 пробития, 110 альфы, ничего такого, ну, она нормальная и все, тоже стрим провел и все, М6, чуваки, это, охренеть теперь, какой танк, это тоже максимально лайтовый, максимально простой, максимально крутой танк, хп, что тоже там около под штуку 200, ДПМ тоже просто сумасшедший, там КД по-моему 5.5, при альфе 240, это просто офигеть, то есть там под трешку ДПМ, получается максимально сумасшедший, под калибр и на шестом уровне, 243 миллиметра, и как бы, и ему маску зашили, то есть вот эта вся часть маски, у него теперь 190 миллиметров, то есть как бы еще не так все, фигово, но как правило башня, это всего лишь треть, все и площади, ну как бы лба, поэтому как правило бьют ему ВЛД, а ВЛД там такое, около 100 миллиметров, ничего такого, но все равно пушка, и охрененное количество хп, тут по принципу короче того же тигра, вот, и если что попал против восьмерок, вообще не беды, заряжаешь циферку 2, пилишь просто все в силуэт, на пофиг, танк максимально офигенный, рекомендую, это 29, имба был, имбой есть, и останется, пока ему не убьют концепцию, а концепция, это его хлебало на седьмом уровне, 280 миллиметров, и у ВН минус 10, ничего этого не забрали, на полсекунды стал дольше КД, все, жизнь не будет прежней, только что буквально вышел обзор по данному танку, сразу с комментариями, и с прокаткой боев на двух орудиях, 90 и 105 калибр, 90 калибр, хороший по качеству стрельбы, то же самое, дикая голда, хороший ДПМ, если вы не экономите на серии, на голде на 90 калибре вы играете, если вы экономите серу, вам все равно нужно играть на 105 калибре, потому что 200 пробитие на ВБ, ну лайф-обзор, кто хочет посмотрит, Т-32, его типа апнули в первый раз, вот когда, тогда в 20-м году, ну ему что там, чутка сделали меньше разброс, не помню, и сведение, ну такое по мелочи, я бы сказал, а вот последний ап ему уже сделали неплохо, во-первых, ему сделали вменяемое, наконец-то пробитие, на бронебойном первом очереди снаряде, потому что было 198, потом апнули до сколько там, до 204, теперь аж 218, наконец-то, и при том, что ему сделали теперь перезарядку, там около 7 секунд, да здравствуйте, то есть теперь орудия нормальные, и как бы играть на нем можно, единственный подводный камень этого орудия, это распределение снаряда внутри прицела, они летают куда попало, такое ощущение, как будто в воздухе какие-то магнитики летают, и снаряд к ним тупо магнитится, внутри прицела ведет себя как угодно, или целимся в лючок Е5, там или ренегата, со 100 метров, не, мы не попадем в лючок, мы будем попадать по краю, по ободочку прицела, ну и может с пятого раза попадем, вот поэтому машина теперь с максимально, во-первых, понятным геймплеем, это табло башни в 300 миллиметров, это хорошее орудие в принципе, но с приколом в плане кучности, и это УВН минус 10, то есть и едет теперь данный танк хорошо, потому что данный танк играется без стабилизатора, прекрасно, вы ставите на него трубину, трофейную турбину, и машина будет ехать нормально, маневрировать не очень, но ехать нормально, от башни играется просто замечательно, вплоть даже до танков 10 уровня, и пушка просто окей, М103, значит машина, которая теперь как бы не фиговый конкурент тому же коню, раньше особо он не конкурировал, это была какая-то картонная чепуха, с пушкой там с КД около 9 секунд, ничего такого, теперь КД 7,8, здравствуйте, ХП там 2000, едет машина круто, играется опять-таки без стабилизатора, тут качество стрельбы, как и в 32 по цифрам, но тут кучность от Е5, то есть тут пушка от Е5, я имею в виду, что ТТХ под цифрам такие же, как у 32, то есть это хорошая стабилизация, которая спокойно играется без стабилизатора, вот вы ставите турбину, закалка, досылатель, и машина получается офигенно динамична, он даже без турбины, офигенно динамичный, с турбиной прям вообще то, что нужно, вот, с хорошим орудием, с игрой от УВНа, и так далее, да, есть лючок, но когда ты играешь на нем от УВНа, вид будет примерно вот таким, поэтому особо лючка там того и не видно, ВЛД будет просто, ну, жесткая под углом, и там куда-то местами, может быть, вас и будут пробивать в маску, но это будет не все так просто, поэтому танк просто хороший, играется максимально тоже понятно просто, и тут кумулятивы ребята, которые могут реально брать и разваливать тоже того же супер коня, потому что с подкалибера против супер коня сделать что-то практически невозможно, и Е5, мне кажется, он будет все же похуже, чем супер конь, именно как на 10 уровне, но танк все равно теперь крутой, опять-таки оборудка тоже его спасла, значит, во-первых, стабилизация, безупречно, танк очень динамичный, танк это универсальный, и тут вот это ведро беда, и беда с критами, опять-таки криты исправляются экспериментальным оборудованием 3 уровня, турбина, досылатель, поехали, без табы играется танк, прекрасно, значит, и все, то есть мы динамичнее, чем супер конь, у нас кумулятивы, и перезарядка там, по-моему, на 2 или 3 десятые секунды быстрее, это не столь важно, но сам факт, поэтому как бы развалить такого же супер коня мы можем за счет наших кумулятивов, но и у нас, поверьте, будет развалить только путь, потому что у нас огромное ведрище, которое не спрятать, поэтому если бы лично я выбирал на 9 уровне, подчеркиваю, М103 или коня, я бы, наверное, выбрал М103, а вот на 10 уровне я бы выбрал все же супер коня, на 8 уровне то же самое, 32 или Каен, наверное, все же выбрал бы Каена, на 32-й конь неплох, на 7 уровне, А ты 29 или Блэк Принц, я думаю, тут и так ответ очевиден, и на 5-м и на 6-м уровне тоже ветка лучше, поэтому ветка Е5 в принципе вся безупречна, за исключением того, что как бы, ну может баланс на 10-м уровне вас отпугнет или ведро на Е5-м вас отпугнет, в целом, оставайтесь всегда на 9-м уровне, но если есть желание выкачать 10-ку, то лучше выкачайте все же супер коня, как для 10-ки, вот, дальше, АМХ М4-54, тоже, ребята, ветку апнули, нифигово, но 65Т никто не трогал, ничего не поменялось, танк был кастратом, кастратом остался, это танк 6-го уровня, какого-то ляда стоит на 8-м уровне, то есть танк просто говно, но БДМ, ну БДСМ хотел сказать, да, значит, на 5-м уровне, БДР, один из лучших ТТ, 1000 хп, здравствуйте, 240 кольфы на 5-м уровне, здравствуйте, и кадетам около 7 секунд, машина хорошая, брони особо там лишней нету, но ни у кого на 5-м уровне особо нету, он играется просто максимально, там 1000 урона, на нем набить вообще не проблема, мы просто играем, не вопрос, Ариэль, значит, машина охрененная на 105-м калибре, это офигеть просто, значит, вот есть 90-й калибр, и вот 105-й калибр, значит, в принципе, для 6-го уровня, 175 пробития, это все равно хорошее пробитие, и вот смотрите, что получается, вот, 240 кольфы, и обратите внимание, КД почти одинаковые, сведение максимально урыжное, там стабилизация одинаковая, и как бы, стоп, почему, ну вот 212 за сноу, так я вот вам подчеркиваю, все равно 175 пробития, 6-го уровня, это хорошо, а если вы хотите играть еще с альфой, 330 с КД, 8 секунд, блин, на 6-м уровне, то как бы, ну вот, пожалуйста, 223 под калибр, и на помощь, поэтому машина, за счет вот этого орудия, очень интересная, очень такая, нефиговая, значит, в целом, в ЛД сойдет, броня в башне, ее практически нету, там сколько, 1000 тоже, около 100 хп, нормально сойдет, машина просто, ну он, он простой, на самом деле, вот, но есть свои нюансы, это опять-таки, вот это из-за того, что отсутствие стабилизации, иногда на дистанцию, там дальнего сведения, будет не очень, но на среднюю близкую, вообще пофигу, типа броня, ее почти ни у кого, если ТТ-6 нет, особо на нее внимание не обращайте, если даже чисто размениваться, то с этим орудием, размениваться только так, АМХ-7-4-45, чуваку зашили недурно башню, он теперь действительно играется хорошо, и тоже я бы играл на 105 калибре, потому что у вас разница будет, опять-таки, в перезарядке, это может в одну секунду, но, блин, вот это кусать по 200, не прикольно, с альфой 300-330, стрелять по 360, с кд 8 секунд, на седьмом уровне, с хп почти в штуку 600, танк очень подвижный, чуваки, без стаба он играется нормально, значит, едет он просто охренеть, то есть, блин, я не знаю, что добавить, машину реально превратили в очень даже не дурную, это один из лучших сейчас ТТ-7, в плане, ну, вот этой простоты на стрела, для меня самый-самый простой, это, конечно, всегда станет с ТТ-29, на ИС-7 мне, ну, просто пальцем в задницу ковыряйся, 4000 настрелять, так вот, по простоте на стрела, этот танк мне тоже что-то вот, ну, напоминает, импонирует он мне, потому что машина, ну, как бы, хп есть, альфа есть, все, не стоим танчем, нифигово, если вы, например, до дури просто наиграетесь на ИС-е, и потом пересядете на МХ-4-45, поверьте, этот танк просто будет в 2-3 раза лучше, когда ты играешь на ИС-е против ИС-а от башни, эта игра просто, ты ему на 400, он тебе на 400, когда ты играешь на этом танке от башни, ты в ноль выкашиваешь этого ИС-а, и он тебе сделать ничего не может, просто ничего, вот и все, поэтому этот танк лучше во всем, чем ИС-а, ну, мне что на ИС-е, что на этом танке вообще пофиг, играется прекрасно, нормально, я привык уже ко всему, 65Т, кусок дерьма был, дерьмом остался, поэтому единственный танк на ветке, который просто конч, если, опять-таки, есть чертежи, конечно же, нафиг его, от него избавляемся, и все, АМХ-7451, крутой, хороший ТТ-9, лайф-обзор, я думаю, сделаю на нем в будущем, значит, самый минус, это то, что здесь в стоке башня, вот эта, вот она, да, башня от АМХ-65Т, то есть она выглядит точно так же, она настолько урыжная, то есть ты катаешься, как бы на ТТ-9 уровне, и тебе просто, вот так она выглядит, вот стоковый АМХ-451, это кусок дерьма, то есть она пробивается в силуэт, у вас нет возможности, что-то вытанковывать, играть по нормальному, и так далее, поэтому башня у нас по опыту, как вы видите, стоит всего лишь 24 тысячи опыта, так как вы будете играть, конечно же, на закалке турбиной-досылатель, просто советую заранее подготовить, просто 24 тысячи опыта, и поставить топовую башню, и все, потому что на стоковой башне, просто вот открывайте рот пошире называется, а эта башня уже, ну сами знаете, как она выглядит, вот так, примерно как и у десятки, то есть 300 маска, это у ВВН минус 8, то есть как бы лючки, они находятся, во-первых, в конце башни, и когда ты играешь на нем, от УВН, вид тоже примерно такой же, и лючки эти увидеть очень трудно, они видны только на прямом участке, танк высокий, и как бы лючки, эти можно увидеть только, если ты видишь его нормально, и он ни от каких рельефов не играет, так по сути минусы, я бы сказал, вот второстепенный минус, это такой же КД как и у коня, но не особо, то есть там 9 секунд при альфе 400, и это борта у нас 60 миллиметров, как бы, ну вот эта скулочка есть, то есть перекрутить их не особо сложно, а торты сюда не дурно прилетает, вот промахиваться по ним очень трудно, как бы, но если вот выбирать все же МХС М451 или коня, тут все же выберу коня из-за компактности машины, вот, а если выбирать между этих трех М103, коней М4, я бы наверное выбрал М103, хотя все три хорошие, мне на всех трех будет играться абсолютно одинаково, в М103 на секунду быстрее КД и кумулятивы, это подкупает, конечно, и МХС М454, чуваки, это машина, которая на 130 калибре, теперь может дать просраться, это геймплей не дурный, у вас КД 10,5 секунд при альфе 560, при том, что у танка есть УВН, и при том, что у танка стабилизация без стабилизатора хорошая, так еще и сведение у танка нормальное, то есть смотри, какая херня, у нас есть ПЗ-7, который со стабилизатором будет хуже по стабилизации, чем этот без стабилизатора, с КД аж на 2 секунды дольше, при том, что подвижности как таковой лишней нету, при заднем расположении башни, так еще и без какого-то там УВН, этот танк подвижней, быстрее, с лучшим УВНом, башня спереди, КД на 2 секунды быстрее, значит, все, то есть ветка ПЗ-7, она нафиг и не нужна, по сути, как и ветка Мауса в 23 году, поэтому в самую-самую первую очередь, наверное, все же вам нужен супер конь, потом, как для альтернативы, вы можете хоть ветку М4-54 качать, хоть ветку Т110Е5, что их объединяет, и пятку ветку, и 54-ку, это отличная пятерка, отличная шестерка, но М6, наверное, по имбове будет, обе крутые семерки, но Т29 будет покруче, Т32 конечно же получше, девятки плюс-минус достойны друг друга, но М103, наверное, будет поярче, и Е5 неплох, но М4 тоже крутой, вот поэтому как бы в альтернативу, возьмите, запишите, почему бы нет, ну еще, ребята, можно поговорить о парочке ветках, это можно быстро пробежаться по ветке ВЗ-55, потому что ветка качается, не потому что там ветка какая-то супер крутая, но история похожа на того же супер коня, ну к примеру, шестерка, хороший, семерка, хороший, восьмерка, тоже худший танк на ветке, как и того же 65Т, например, или как вот тоже ветка ТВП, ТВП ВТУ хуже, ну худший танк на ветке, но ТВП ВТУ, как СТшка, здесь будет лучше чувствоваться, чем как ТТшка вот тут, вот это говно, это худший танк на ветке, это шляпа, и ветка реально нормальный, хороший, вообще вопросов никаких, там можно, ну не можно, а нужно, как правило, катать на пушке с двумя снарядами сразу, вот, то есть едет танк нормально, у Вэны как бы есть, орудия по качеству стрельбы окей, тут вся ветка ребят качается ради ВЗ-55, но в таком случае, я вам могу еще сказать, что вся ветка качается и ради, например, того же Т57 Хэви, поэтому видите, как бы назвать лучшей веткой, это мы не можем, но при том, что стоит ли прокачивать десятки, вот такие вот, ну конечно же, в принципе стоит, если опять-таки у вас есть возможность, потому что Т57 Хэви, это просто максимально лютый и имбовый барабан, 1600 урона за 6 секунд, с КД в 20 секунд всего барабана, это охренеть, при том, что кумулятивы, при том, что летают прямо нормально, и развалить в хлебало Мауса того же за 20 сек, просто почему бы собственно нет, вот, и ВАЗик то же самое, выкатился, два раза плюхнуло на тысячу, и через 20 секунд повторяем процедуру, у Вэны есть танк подвижен, охренеть как, там со всеми полевыми можно сделать просто ракету, и он будет носиться 60 км в час, броня здесь она, ну ВЛД просто лишь бы считалась, тут там 250 приведенки, НЛД понятно, значит башня типа бронирована, но есть лючок, если задавать вопрос, что бронирование на своем уровне, девятка или десятка, конечно же девятка, потому что девятка такая же, но у него нету лючка, его не видно, а здесь полноценный лючок, который можно попадать, который можно пробивать, вот смотрите, то есть вот, допай, вентиль, вот 19,6, добавьте еще брасфа, там еще что-нибудь, но это так, старый набор это до, ну то есть короче, катать надо закалка, турбина в слоту, и стабилизатор трофейный, я думаю это понятно, уже классический набор, для ТТ в 23 году, значит это ясно, поэтому хэви и как бы, ну ради десятки, и вазик, не то что ради десятки, тут я говорю шестерка, семерка, девятка хорошие, но в основном ради вазика, и у нас еще есть ветка поляков, которая, я бы сказал, тоже относится более классическим танкам, но опять-таки, я вам не то, что ее не могу рекомендовать, я просто задам лишь один вопрос, зачем, ребят, ну вот я задаю вам вопрос, зачем, когда эта ветка по сути, ну во всем хуже, чем ветка Е75, 50 ТП просто не нужен, он нафиг не упал вам, если есть Е75, Е75 бронирование, и лучшее орудие, 53 ТП, он неплохой, но как бы корпус тоже особо, ну ничего нету, значит по пушке, ничего такого сверх выдающегося, но оно просто нормальное, там 420 хп, ну альфа, значит КД 10 секунд, подкалиберы так себе, ББшки типа сойдет, ну то есть хороший танк, да, но опять-таки Тигр 2, мне кажется будет пожестче, 45 ТП тоже нормальный, обычный классический танк, но мне кажется будет лучше Тигр, потому что альфа почти такая же, а у Тигра КД аж на 3 секунды быстрее, при том, что хп там на 300 больше, вот, ну и шестерка такой просто, чисто проходничок и все, поэтому как бы ветка сойдет, но она не нужна, когда есть ветка Е100, вот как-то так, поэтому какой мы делаем вывод, максимально простой барабан, ветка Кронвагна, максимально классический ТТ ветка Е100, максимально хорошие классические тире универсальные, это ветка, конечно же, Супер Коня, вдогоночку ему ветку Е5, и ветка МХ7454, то есть можете выбирать, монетку подкидывать, значит, и по хорошим десяткам, это ветка Т57 Хэви, ну чисто ради десятки, значит, Т20 крутой, 69 шляпа, хомяк, пушку сейчас сделали, типа более-менее сойдет, но опять-таки, огромный картонный ТТ с 35 максималкой, это просто, для обычного и простого игрока, мне кажется, будет просто нереализуемый танк, поэтому, конечно же, Эмиль 2, но если вы готовы к такому-то ветку, чисто ради Хэви, можете прокачать, и опять-таки, вазик 55, да, вот как-то так, поэтому, раз ветка, два ветка, три ветка, это прямо топ, что тоже вдогонку, раз, то есть, 4 ветка, 5 ветка, как бы 6 ветка, ну, то есть, шестерка, семерка, вот-вот, и ради десятки, Хэви, все, поэтому, в топ 3 ветки, понятно, что еще 3 хороших ветки, что будет в сумме топ 6 веток, тоже понятно, вот такое получилось видео, вот 6 часов обзора, только по тяжам, я как бы ужал, вот, не знаю, сколько тут получилось, где-то полчасика, как-то так, поэтому вот так, опять-таки, есть желание такое же видео сделать по СТ и ПТ, окей, дайте знать, а на сегодня все, удачи, всем благ, пока.